Этот сезон обновления может стать последним в The Crew 2, поэтому давайте смотреть, что же там добавили такого нового, а добавили, между прочим, даже целый кусок локации, пускай небольшой, но он новый, и на всё это сейчас мы поглядим. Стоп-стоп-стоп, подождите, пожалуйста, это не реклама, я всего лишь вас хочу пригласить на свой стрим-марафон по Forza Horizon. Вчера уже прошёл стрим, где мы посмотрели и вспомнили первую часть, также все остальные дни я буду смотреть на следующей части, например, сегодня в 6 часов по московскому времени мы будем смотреть на Horizon 2, поэтому если хотите всё это дело увидеть в прямом эфире, пообщаться со мной и поностальгировать, то переходите по ссылочке в описании, всё это будет проходить на VK Play Live. Всех вас обязательно жду, ну а пока погнали смотреть дальше Крюху. Итак, у нас USP Tour возвращается, целых 8 новых событий на туринг-карах, можно прокатиться по крупнейшим городам Американ на полной скорости, но это, понятное дело, мы это и всегда делали, а также доступны новые легендарные автомобили, вот на это определённо интересно посмотреть, и сейчас мы это всё будем заценивать. У нас тут, кстати, есть новый Live Summit, но больше всего мне интересно посмотреть на карте место, которое у нас теперь должно быть новое, и я его уже, в принципе, вижу, вот здесь вот оно находится, и это, по-моему, у нас новый кусок карты, который называется Arena Motorflix, и, между прочим, посмотрите на это сердечко в самой середине, прикольно это всё дело смотрится, но как попасть на эту арену, давайте разбираться. Привет, друзья! Добро пожаловать на вторую серию гонок USP Tour. Мы приготовили для вас нечто потрясающее. Восемь уникальных трасс на фоне достопримечательностей восьми крупнейших городов США. Вас ждут панорамные виды Нью-Йорка, Чикаго, Лас-Вегаса и других известных уголков страны. При выборе маршрута каждой из восьми трасс учитывались особенности городской архитектуры. Прямые участки дорог, узкие полосы авеню и сложные повороты на 90 градусов. Ключ к успеху в заезде – грамотное сочетание предельных скоростей и своевременное торможение. Для победы гонщикам понадобятся сверхточность и быстрота реакции. Хочется отметить, что без поддержки Мотофликс мы не смогли бы провести эту серию гонок. Компания подготовила множество наград всем участникам заезда в USP Tour. Гонщиков ждут четыре новых автомобиля, в том числе Audi RS5 Coupe в стиле USP Tour. Ну, неплохо, неплохо. Ударопрочные тонировки, вкусные крыши, мощное нитро, густой дым, яркие подсветки. Как всегда, красивости за донат. Без этого никуда. Даже без модного костюма и стильного шлема в комплекте. Нормально, нормально. Тогда вперед за победой. Скорость USP Tour превыше всего, так что не тормозите. Отлично, отлично. На самом деле, USP Tour многим почему-то не особо нравилось. О, и вылет. На самом деле, обновление USP Tour некоторым не особо нравилось, но оно потому что до этого было уже, так сказать, первая часть. Сейчас мы играем во вторую часть этого обновления. Как бы это странно не звучало, у нас там закрытые локации, огороженные. Поэтому там и не подстрижаешь, а нужно ехать прямо именно четенько и хорошо. Заходя во все повороты так, как надо. И давайте, кстати, посмотрим, что у нас здесь появилось в Моторпассе. Я напоминаю, что премиум также можно купить за 80 тысяч cc. У нас можно купить такой премиум пасс и можно наборы премиума. То есть у нас два премиума, которые можно купить за Crew Credits. Но, честно говоря, у меня этих Crew Credits не хватает на это все дело. Но смотрите, в чем прикольная штука. Теперь, наконец-то, можно покупать все это за обычные деньги. То есть не за донатные Crew Credits, а за обычное бабло. Можно все это дело покупать. И всего лишь вам нужно нафармить 3 миллиона кредитов, либо 4 миллиона кредитов. Это неплохо. Наконец-то они вот от этого запаха доната немножечко избавились. Но, тем не менее, что у нас дается вообще бесплатно, если не покупать премиум? Вот такая вот странная подвесочка, подсветочка. Как будто это, знаете, выглядит, как будто они ее выдали с какого-то ПК-корпуса. На ПК-корпусах обычно RGB-подсветку такую любят делать. Так, я так понимаю, ни одной тачки бесплатной у нас здесь не будет. Давайте смотреть, хоть какие-то новые автомобили у нас тут будут появляться. Вот Купер Checkered Edition Touring Car. Я что-то, честно говоря, такой Купер не помню. Напишите, пожалуйста, в комментах, был он или нет. Такое ощущение, что это новая машина. Выглядит офигительно жирно. Мне это очень нравится. Вот, бесплатная Audi RS Coupe E-stay Official Edition. Но, честно говоря, я в ней какой-то суперэксклюзивности не вижу. Но, тем не менее, она дается бесплатно. Это хорошо, и даваться она будет за 37-й левел Мотор Пасса. Также, опять же, бесплатное украшательство, бесплатный набор дрифт, деталей. И в конце у нас заканчивают все эти костюмы. То есть, по сути, самое жирное, как всегда, нам бесплатно не дают. Поэтому, в принципе, есть даже мотивация играть в игру и копить денежку, чтобы купить себе потом премиум Мотор Пасс и открывать здесь много всего. Поэтому это дело, скорее всего, у нас будет уже для стримов. Прикольно, что у нас здесь сразу же показывается, какой сезон сейчас идет. Сити, Сити. Везде написано USP Tour. И, честно говоря, я раньше этого не замечал. Но, тем не менее, выглядит это прикольно. И давайте сразу посмотрим, что у нас добавилось здесь в магазин. Итак, Welcome Pack у нас тут вот такой вот в виде Corvette ZR1. Окей, 13 тысяч CC он стоит. И, в принципе, даже я могу его себе позволить. За миллион. Это у нас здесь автомобили, которые нам нужны, я так понимаю, для прохождения нового Life Summit. И как раз вот она, новая машина. Это Saline S1 GT 4 Cup. И, между прочим, максималка 290 км в час и мощность 450 л.с. Машина находится в туринге. Неплохо. И здесь у нас есть еще Corvette C701. Ну, он, я так помню, был. Тем не менее, миллион. У меня таких денег нету. Поэтому, к сожалению, буду потом фармить и смотреть на эту тачку. Здесь, что у нас, я так понимаю, в расцветке новом какой-то Koenigsegg ESCAP. ESCAP появился. Ну, тут все остальное нам не очень интересно. Это старые Welcome Pack'и. Окей. Я чувствую, что в новом Life Summit'е, скорее всего, нас заставят проехаться по какой-нибудь новой локации. По какой-то новой трассе, которая есть у нас вот в этом обновлении USP Tour. Поэтому давайте попробуем посмотреть, что у нас там такого интересного есть. И да, здесь, по крайней мере, целых два задания, где как раз эти машины, которые стоят в совокупности лям, нам и нужны. Одно задание у нас в Туринге, другое задание находится в Гиперкаре. Поэтому выбираем вот это. Здесь нам нужно прокатиться на Турингкаре. Давайте посмотрим. И я так понимаю, как раз это какая-то новая трасса из вот этого обновления USP Tour. И нам нужно поехать на Туринговом автомобиле. Но, честно говоря, вы же знаете, что я Туринговые автомобили люблю не очень. Поэтому поедем сейчас на моем любимом Дукате Панигале. Туринговом, красивеньком. И вы посмотрите, какая новая анимация у нас. Прикольно. Ну что, полетели? Посмотрим, насколько у нас будет все это удача. Мы против кого-то даже, кстати, выступаем. Потому что они в какой-то командной расцветке, я так понимаю. И аккуратненько заходим в поворот. У, слушайте. Трасс это прикольная, с перепадом высот. Мне прям нравится. Но, чё-то, а такие перепады высот-то были в городе здесь, в Нью-Йорке? Я чё-то это не совсем помню. Ну, слушайте, они достаточно шустрые. Я чё-то от них отрываться-то особо не могу. Вроде мотоцикл у меня неплохо прокачан. Но, тем не менее, я от них не уезжаю. Понятное дело, что мотоциклы, они, ну, здесь всё-таки в крюхе, вы помните. Они едут так себе на самом деле. Ну, по сравнению с некоторыми тачками имбовыми. Но, тем не менее, я очень люблю здесь кататься на мотоциклах. И, чёрт возьми, мне сейчас приятно проезжать эту трассу. Вот я не знаю, почему. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментах, кому обновление USP Tour тоже понравилось. Потому что первое обновление мне зашло. Я прям какой-то дзен поймал на том, что просто катался вот по вот этим трассам закрытым. И вообще от них кайфовал. Я не знаю. Мне нравится, когда вот у нас есть такие вот, ну, везде заграждения. И при этом мы едем в городе. Это дух какого-то закрытого официального фестиваля, что ли. Или даже, знаете, мне это очень сильно напоминает тот же, например, Грид. Да, где у нас была трасса в Сан-Франциско. И там можно было так же кататься просто вот по закрытию локации. Это классно. Так, оп, немножечко мы тут стенку зацепили. Но, тем не менее, слушайте, друзья. Как я сказал, это новая трасса. И она вполне себе неплохо смотрится. Мне нравится. Ну и, конечно же, раз пошла у нас такая тема с новыми трассами, давайте посмотрим, что у нас появилось как раз в первом эпизоде восьмого сезона. Это у нас две Нью-Йоркские трассы. Потом дальше у нас появятся Лас-Веговские. Потом будет Сиэтл, Сан-Франциско. Если это будет напоминать Грид, я от этого честно кайфану. Потом Майами, Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго. И на Чикаго у нас все это будет дело заканчиваться. Ну что же, погнали в Нью-Йорк. Сейчас посмотрим, это будет та же самая трасса из Саммита или нет. В этот раз можно даже поменять транспорт. Давайте что-нибудь другое возьмем. Например, Феррари F40 LM. И, кстати, заметьте, после прохождения той трассы на Саммите мне еще накинули деталек. Это приятненькое. И стартуем. Естественно, здесь старт будет не такой эффективный, как это было у меня на Духатте. И, честно говоря, по-моему, это... По крайней мере, очень похожая трасса на ту, на которую мы сейчас ездили. Сегодня дороги освободили специально для нас. И, по-моему, по-моему, да. По-моему, это та же самая трасса, на которой мы сейчас ездили, да? Отлично. Ну ее мы видели, поэтому давайте сейчас глянем на следующую. Ну и, конечно же, вторая трасса. Вот ее мы пока что точно не видели. И при этом это Endurance. А это значит, что мы сейчас будем ехать очень и очень долго. Ну что же, давайте посмотрим. Мировой рекорд целых девять минут. Девять минут мы будем ехать по Нью-Йорку. Неужели это настолько долго будет? А, нет, получается, это та же самая трасса, просто... Здесь кругов, наверное, больше, если у меня такое подозрение. По-моему, да. Ну-ка, погнали. Ну да, первый поворот тот же самый. Да дайте пропустить! Пропустите! 0,1%. Обычно на этих улицах полно машин и пешеходов. Ну да, у нас та же самая трасса, только, получается, там обычная гонка. А здесь у нас, походу, Endurance. Ну, как бы не походу, а, понятное дело, Endurance. Это значит, что мы сейчас будем просто очень много кругов нарезать. Ну, честно говоря, такое. Я ожидал большего. Я думал, что будет какая-то другая трасса у нас, интересно проложенная. Где-нибудь в Нью-Йорке. Что прям реально можно девять минут там кататься. Но если как-то вот так вот, то, ну... О-о-о-о-о, куда ты? Да, если что, я их уже по второму кругу обгонял. И давайте посмотрим, сколько нам дадут денег за эту 10-минутную гонку. Пришлось практически 10 кругов сделать, и нам дают 54 тысячи всего лишь за это. Понятное дело, что у меня не все там стоит на, так сказать, богатство. Но, тем не менее, мне кажется, что это маловато за то, что ты едешь по трассе, которая тебе достаточно быстро надоедает. Поэтому, ну, такая себе история. Я чувствую, вот из-за такого это обновление USP Tour будет нравиться далеко не всем. Из-за того, что заставляет тебя вот так вот в эндурансе наматывать кучу кругов. Хотя я уверен, что те, кто любят ездить на время, на результат, те, наверное, с этого абсолютно кайфанут. И я не сомневаюсь в этом. Но, тем не менее, друзья, давайте посмотрим, как же все-таки добраться до этой новой локации. И да, почему-то на Xbox игра стала вылетать. Что-то они где-то накосячили. Итак, если приглядеться, видно, что на этот остров все-таки идет одна такая длинная дорога. Но, чтобы до нее как-нибудь попасть, тут просто так телепортироваться сюда, понятное дело, нельзя. Здесь нам предлагают только маршрут проложить. Поэтому я предлагаю на радар великолепной миле перемещаться и уже от него спокойно доезжать туда, куда нам нужно. Ну что же, а вот и у нас новый мост, так сказать, который появился. И здесь у нас Мотрофликс Арена. Поэтому заезжаем, шлагбаумы подняты. Ничего нам не мешает. Прикольно, что они прям, знаете, взяли и сделали посреди воды новый остров. Единственное, конечно, вот этот мост, честно говоря, меня отсылает, знаете, к каким-то модификациям карты, которые были в GTA San Andreas. Там также любили сделать огромный мост на какой-нибудь новый остров. И это делали, ну, сами люди. Поэтому, понятное дело, это были модификации. Но здесь же это сделали разработчики. Это выглядит, конечно, немножко халтурно и кринжово. Могли бы просто сделать какую-то телепортацию туда, не делать такой огромный мост. Но, тем не менее, что сделали, то сделали. И давайте посмотрим. Здесь нас встречает вот такая интересная... Что это такое? Инсталляция. Я даже не знаю, как это назвать. Но, тем не менее, здесь у нас гоночные автомобили. Я так понимаю, у нас вся эта Мотрофликс Арена, она посвящена именно гонкам. И можно вот взять и на эту трассу выехать. Неплохо, неплохо все это дело смотрится. Но, знаете, как-то немножечко пустынное, как мне кажется. Блин, вот это вот прикольный такой хаб, соединяющий все. Здесь также у нас автомобили сверху сделаны. Блин, смотрится, конечно, прикольно. Но, знаете, как-то это все дело выглядит безжизненно. Я не знаю, может быть, каких-нибудь ботов бы пустили, которые здесь бы гоняли по этой самой арене. И посмотрите, она у нас, кстати, с перепадами высот. Вон там сверху она тоже идет. Поэтому мне это все дело напоминает даже, знаете, наверное, какое-то Hot Wheels обновление в Форзе. Потому что, вот, смотрите, мы сейчас уезжаем наверх. Несмотря на то, что начался дождик, мы поднимаемся все выше и выше. И такая трасса прям, ну, реально почему-то отсылает Hot Wheels. Такое ощущение, что разрабы Закрюхи смотрели на обновления Hot Wheels такие типа в Форзе. Ну, надо сделать что-то похожее. И вот они сделали. Типа, списывай, но не точь-в-точь. Потому что вы посмотрите на эти перепады и то, что ты едешь вот так вот среди леса и так далее. Не знаю, мне это, честно говоря, очень сильно отсылает все к Hot Wheels. Вот зачем такие повороты делают страшные, я не понимаю. Но, тем не менее, посмотрите на это все дело. Это просто тупо новый трек. Да, это новая локация. Но локация полностью это, по сути, просто один трек. Который, кстати, ночью, наверное, будет выглядеть даже очень неплохо. И пока что я немного даже не понимаю, зачем они эту арену сделали. Потому что в самом обновлении мы по ней не катаемся, по крайней мере. То есть вы видели, у нас трассы находятся в разных частях нашего города, но не здесь. И это, блин, непонятно. Тем более здесь, насколько я понимаю, нету даже никаких испытаний в этой локации. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но я что-то ничего не вижу, да. Никаких испытаний нету, но зато есть вот эта вот арена Моторфликс. Друзья, если вы вдруг знаете, зачем ее тут добавили и что в ней будет происходить, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я, честно говоря, пока что ума не приложу, потому что никаких активностей на ней вообще нету. И выглядит она так, как будто ее, ну, я не знаю, добавили просто для галочки. В общем, странная достаточно ситуевина. Но, тем не менее, вот, можно приехать и покататься. Может быть, ее, конечно, добавили чисто для того, чтобы ты с друзьями тут, ну, так сказать, свои испытания устраивала, кто приедет впервые там и прочее. Но, блин, это все равно как-то странновато. Она явно сделана для того, чтобы на ней происходили какие-то заезды. Я даже ради интереса зашел в Альфу-Джипи и нету здесь, нету здесь на этой трассе никаких вообще заездов. В Туринге тоже абсолютно нету. Поэтому максимально странная ситуация. Ну что же, друзья, а я пошел фармить бабло, чтобы потом показать вам новый транспорт, какой на него доступен тюнинг и вообще, насколько он эффективен. Ну и на стримах, наверное, буду фармить еще бабки на то, чтобы открыть премиум Моторпасс. Поэтому не забывайте про стримчанские, а один, я напомню, уже сегодня в 6 часов вечера будет проходить. А там мы будем играть в Forza Horizon 2, поэтому обязательно заходите. Все ссылочки находятся в описании под видео. Ну и, конечно же, спасибо тем, кто поддерживает меня на Boosty. Вот они самые разыскиваемые ребята. С вами был Дима OnePoint. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока. С вами был Дима OnePoint.